Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня я хочу с вами поделиться интересным способом, с помощью которого можно отстирать очень грязную шторку в ванной комнате. У меня шторка от ванной комнаты очень яркая, ей больше 10 лет, то есть она у меня такая старенькая. Основные загрязнения, которые присутствуют на шторке, это, конечно, мыльные отложения и известковые отложения. Какая грязь у меня до стирки на шторке? Во-первых, шторка очень жесткая, вся она стоит колом, то есть пропитана всяким мылом. Известью и так далее. Вот такие вот на ней разводы. Много желтизны, если бы она была белая, то, конечно, она бы сейчас была вся желтая. За счет того, что она все-таки цветная, конечно, загрязнение она немного скрывает. Ну, я думаю, что вам видно, что есть здесь над чем поработать. Вот, смотрите, вся она сворачивается, потому что, конечно, очень-очень грязная. Значит, как стираю? Сегодня будет рецепт ручной стирки. Я, друзья, подумала так, что если средства для чистки сантехники так хорошо удаляют мыльные и известковые отложения, почему бы в них быстренько не постирать штору? Друзья, я попробовала, результат великолепный. С цветом ничего не случается. Я стирала и белую, и цветную шторочку. Все просто идеально. И самое главное, быстро. Значит, какое можно взять средство? Можно взять любое средство для чистки сантехники, то есть для чистки ванны, унитаза. Значит, вот это вот средство Санекс, оно еще и ржавчину удаляет. Меня одна подписчица спрашивала, как удалить со шторки ржавчину. Друзья, обычно Санекс справится на ура. У меня вот, когда я делала эксперимент с этими средствами, на шторке были ржавчины от крючков. Так вот, прекрасно Санекс эту ржавчину растворил. Можно взять вот такое вот средство для удаления накипи, то, чем мы чистим кофемашины, чайники, посудомойки, стиральные машины. Единственное, для этого средства нужна более высокая температура. Если у вас совсем тоненькая шторка, то, наверное, лучше взять средство для сантехники. Вот, потому что здесь все-таки воду нужно брать температурой 50-60 градусов. Тогда результат будет превосходным. У меня шторка очень плотная, ее уже более 10 лет, она стиралась у меня и в горячей воде, и в прохладной воде. Все она выдержала. Поэтому мою шторку можно хоть как чистить. И можно взять вот такое вот средство частин. Оно отлично подойдет, если у вас повышенная влажность в ванной комнате, потому что это средство содержит хлор и очень хорошо удаляет грибок, плесень со шторки. Вообще хорошо выводит мыльные, известковые отложения. Вот именно с этим средством я и постираю шторку. Оно из всех, что я вам показала, самое недорогое, дешевое, и его везде можно найти. Беру теплую воду, не горячую, и добавляю, ну, наверное, колпачка 3. Вот этого средства частин можно даже чуть побольше. Долго замачивать не буду, потому что очень быстро это средство все мыльные, все известковые отложения с этой шторки отстирает. Все размягчит. Я немного шторку в этом растворе подержу, потому что в составе есть хлор, а у меня на шторке много плесени, чтобы вот эта плесень поконтактировала с хлорным средством. Беру свою любимую японскую мочалку и по низу немного прохожусь. Вообще со средством частин я стираю даже в стиральной машине. Поэтому, если вы стираете свою занавеску в стиральной машине, друзья, смело можете заливать частин в стиралку. Я с частином даже просто вот пустую стиральную машину запускаю для того, чтобы ее прочистить от плесени, от неприятного запаха. Вместо такой щетки можно взять любую щетку, любую лобку. Но тут, в принципе, чистить ничего не нужно, потому что частин, либо любое другое средство для чистки сантехники, очень быстро вот такие вот легкие загрязнения размягчают. И с цветом ничего не случается. Вот абсолютно ничего. Итак, друзья, занавеску я постирала. Абсолютно не пахнет она никакой хлоркой. Чистая, свежая, яркая занавеска. Значит, во-первых, хочу вам показать, как хорошо отстирались области вокруг крючков. Здесь было небольшое количество ржавчины. Смотрите, как все прилично, хорошо выглядит. Поэтому, если у вас есть ржавчина на шторке, смело можете пробовать мой способ. Видите, ржавеют крючки, и все это было вокруг ткани. Значит, друзья, давайте будем смотреть дальше. Во-первых, вот покажу вам белые участки. Они все были желтые. Смотрите, все хорошо отстиралось. Шторка влажная, я прям влажная. Сейчас ее повешаю за крючки. Вот, все чистое. Здесь все было желтое. Сейчас появились белые полоски. Вот так вот хорошо отстиралось. Вот, видите? И ткань стала значительно мягче. То есть, когда убрала известковый налет, мыльные отложения, ткань значительно мягче, значительно чище, плесени тоже нет. Можно поступить намного проще. Такой способ есть у меня на канале. Шторку кладу в стиральную машинку. Кладу туда же какое-нибудь махровое полотенчико. Значит, добавляю белизну. Белизну можно добавить в гранулах. Такую белизну я вам тоже показывала. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот так вот выглядит белизна. Это бренд Золушка. Есть значок стирка в стиральной машине. Мне кажется, эта белизна меньше пахнет хлоркой, чем обычная белизна гель. Добавляю где-то 2-3 столовые ложки максимум. То есть, много добавлять не нужно. Очень хорошо эта белизна выстирывает плесень, выстирывает грязь, любые загрязнения. И цвет шторки становится более ярким. Я вам уже рассказывала, что белизна, вот если ей не давать контактировать, она цветные ткани, наоборот, преображает. Цвет становится более яркий. Ничего ни с тканью, ни с цветом у меня ни разу не случалось. Поэтому, друзья, пробуйте. Можно постирать вручную с теми средствами, которые растворяют известковые мыльные отложения. Можно постирать прямо в стиральной машине, добавив белизну. Вот 2 способа, которых я обожаю, люблю и регулярно ими пользуюсь. Друзья, всем вам огромное спасибо за просмотр. Меня обязательно дополняйте. Всем пока!